В России около 25 тысяч муниципальных образований, но лишь некоторые из них могут похвастаться наличием в своем составе островных территорий. В составе Приморского Фокина имеется целых два острова – Аскольк и Путятин. Добраться до Путятина можно только на пароме. За один рейс в состоянии перевезти не больше 12 человек. По мнению местных жителей этого явно недостаточно. При наплыве желающих многие остаются на берегу. Регулярность рейсов тоже оставляет желать лучшего. Удобств для пассажиров никаких, кроме маленькой будочки, в которой так же холодно, как на улице. Когда наступают морозы, возле берега образуется лед. Бывали случаи, когда люди проваливались в ледяную воду, рассказывают островитяне. Выход, впрочем, есть. Это зимняя переправа, говорит Евгений Мирошниченко. Но местные власти не торопятся ее налаживать. При похолодании в течение двух-три дней, буквально, пирс может залюнить, а зимняя переправа у нас осуществляется с другой стороны острова, которой в несящее время нет просто подъездных пути. И что в этом случае может произойти? Просто не будет переправы. То есть в какое-то время вы вообще будете в полной изоляции? Да. Скорее всего так. Дорога на зимнюю переправу не строится. От поселка это 4 километра. Вдоль берега. Был тайфун летом, посмывал эту дорогу. То есть туда приезда нет. И никто ее сейчас не делает. Переправа не единственная проблема Путятина. Поселок превратился в сборище хлама. Причем хлама самых разных габаритов. В прежние времена здесь был рыбозавод. Теперь его нет. Была звероферма. Теперь ее нет. Был детский сад. Теперь его нет. А в этом здании располагалась в том числе контора ЖКХ. Сейчас там гуляет ветер. Это заброшенное здание называют домом моториста. Что не совсем справедливо. Лет 20 назад здесь жили люди самых разных специальностей. Но затем они начали покидать и дом, да и сам остров. Работы в Путятине практически нет. В лучшие времена на Путятине жили около 2000 человек. Сейчас в поселке порядка 600 жителей. В своих несчастьях островитяне винят городские власти. Точнее их профнепригодность и полное безразличие к людям. Так фамилия Баранова, так оно и есть. Никаких толку нет. Пирсов у нас здесь на острове полно, а где нету. И вообще не поймешь, что здесь творится. Аптеку закрыли. Баню тоже закрыли. Не нужна. Ну хоть больничку оставили маломальски. И все. Здесь бардак сплошной. Нету власти. Здесь без мы живем. Как ее? Резервации. Остров Путятин вот. Евгений Мирошниченко считает, что ему еще повезло. Он работает охранником. Старожит голые стены когда-то процветающего предприятия. Тем не менее, жить тяжело. Поэтому в 2016 году он обратился в администрацию Фокина с просьбой о выделении земельного участка сельхозназначения. Власти отнеслись к просьбе вроде бы благосклонно. И вынесли соответствующее постановление. Три года продолжались многочисленные согласования. Но в октябре 2019-го к Евгению пришло пренеприятнейшее известие. Мне была сказана такая вещь, что земля уже распределена. То есть в период рассмотрения моего заявления. И мне отказано. Хочу отметить такой момент, что постановление о рассмотрении повышенного земельного участка до сих пор остается в силе. И официального отказа по сей день я не получил. Поскольку нет официального отказа, я не могу обратиться в суд. Но итогом данной ситуации послужил то, что земля уже в пределах, которые спрашивают много участок, находится одна на другом человеке. История Дмитрия Бакланова – копия предыдущей. В 2015 году он подал заявление в администрацию Фокина о выделении земельного участка сельхозназначения. Власти вынесли постановление о выделении земли. Дмитрий за свой счет провел все необходимые подготовительные работы. А в 2019 ему пришла официальная бумага из Фокина. Земельный участок был передан другому человеку 6 миллионов квадратных метров, по-моему. Ну, весь, полпутятины. 6 миллионов квадратных метров. По словам островитян, никто из обычных жителей Путятина землю так и не получил. Зато кое-кто близкий к администрации Фокина уже стал настоящим феодальным бароном, владельцем половины острова. Послухан опять же, поскольку это местный депутат. Мы запросили в Росреестре сведения по данному земельному участку. В выписке Росреестра указано, что с августа 2020 года владельцем этой земли на ближайшие 49 лет стал Терентьев Сергей Сергеевич. Это близкий родственник бывшего главы города Терентьева Сергея Александровича. Того самого главы, при котором был сформирован кадровый состав нынешней администрации Фокина. В частности, при нем на должность начальника управления муниципальной собственности была назначена Градзиевская Наталья. Она по сей день возглавляет данное управление. На материке по дороге из Владивостока в Находку расположился сам город Фокина. До 1980 года он назывался Тихоокеанский. Население около 30 тысяч человек. Правовой статус зато закрытое административно-территориальное образование. Дело в том, что здесь находится база российского военно-морского флота. Город русских моряков в общем. Но в последнее время за Фокина закрепилось другое название. Город-банкрот. История банкротства Фокина длится уже второй десяток лет. Началась она еще в 2007 году. В те годы котельная города отапливалась мазутом. Город собирал деньги с горожан, но заплатить поставщикам топливо почему-то все время забывал. Постепенно образовался многомиллионный долг. Поставщики обратились в суд. И тот в далеком 2012 году обязал администрацию Фокина расплатиться с долгами. За 8 лет Фокинская администрация судебные решения не исполнила. Это вынудило обманутых поставщиков топлива обратиться в федеральные министерства и даже в Государственную Думу с просьбой оказать Фокина финансовую помощь из федерального бюджета. Я обращался, как бы сказать, финансовую, министерство финансовую писал письмо депутатам, чтобы внесли в бюджет 2021 года средства для поддержания бюджета приморского этого Фокина, зато Фокина. Но они меня отправили, что в Приморский край должен сам решать эти вопросы. Вот ответили письмо. То есть краевые власти должны, ну, финансово, скажем так, помочь Фокина, чтобы они с вами расплатились? Да, это пишет министерство в своем письме. Еще до обращения за помощью к Москве кредиторы предприняли ряд действий. Так, в 2012 году поставщики топлива пошли навстречу городским властям и предоставили администрации Фокина рассрочку исполнения судебных решений. Но чиновники зато взятые обязательства по рассрочке не исполнили. За неисполнение судебных решений на городскую администрацию не раз накладывались штрафы. Расплачивались с ними, конечно, не чиновники, а горожане. В 2019-м взыскатели вновь предложили реструктуризировать долг. Глава города Баранов и местные депутаты отклонили это предложение. На конец сентября 2019-го судебные приставы пошли на крайние меры. Приставы, наверное, делать какие-то действия для того, чтобы взыскать с администрации эти деньги. Арестовывают имущество администрации, в том числе и квартиры, которые принадлежат администрации и снимают граждане. Таким образом, свыше тысячи муниципальных квартир, в которых на условиях социального найма живут фокинцы, оказались под арестом. Для справки, бюджет Фокина составляет более 1 миллиарда рублей, что для такого города немало. Куда уходят бюджетные деньги? Желая прояснить ситуацию и выяснить, почему муниципалитет не расплачивается с долгами, мы решили позвонить первым лицам города, главе муниципалитета господину Баранову и председателю Думы господину Штобе. В приемной председателя Думы нам обещали перезвонить. Не перезвонили. Общения с отцами города не получилось. Вот это я называю звуками безнадёги, которые раз уже звоню, нет ответа. У меня закрадывается ощущение, что глава города Фокина общаться с журналистами как-то не очень хочет. Съёмочная группа попыталась встретиться с жителями арестованных квартир, но ей это оказалось не так-то просто. Чё мужчина сказал? Отказался? Да, отказался. Он боится. Действительно кажется, что фокинцы боятся. Боятся собственных властей, да и вообще всё начальство всех уровней. В каждом доме у туковцев живут свои люди, криминальщики. То есть в этом доме, в квартире живут ранее судимые. Уже полмиллиона долгов он ни разу в суды на них не подал. То есть если ему надо направить на кого-то этих судимых, значит он им даёт указания, и они начинают угрожать людям. С большим трудом нам удалось получить копию постановления судебного пристава об аресте городских квартир. Это 75-страничный документ, в котором указаны адреса, площади и кадастровые номера объектов. Пристав постановил наложить запрет на любые регистрационные действия с указанными квартирами. Управлению Росрегистра Приморья запрещено проводить по ним регистрацию. Это означает, что пока запрет не будет снят, жильцы не смогут ни приватизировать свои квартиры, ни продать, ни обменять, потому что их право собственности Росрегистра не зарегистрирует. Даже регистрация новых жильцов в этих квартирах запрещена, пока долг администрации не будет погашен. Тем временем местные депутаты активно зарабатывают деньги. Так благоустройством города занимается фирма народного избранника Попенко, городская компания сервиса. Она ежегодно выигрывает тендеры, часто как единственный участник конкурсной процедуры. Принимая бюджет и утверждая расходы на ЖКХ и благоустройство, эти депутаты фактически гарантируют выручку своих фирм. Не являются ли цены контрактов завышенными? Об этом можно судить по отчету контрольно-счетной палаты Фокина за 2018 год. На момент разработки муниципальной программы благоустройства территории городского округа ЗАТО Фокина на период 2016-2018 годов инвентаризация объектов благоустройства не проводилась. Выборочной проверкой соответствия включения в аукционную документацию объектов малых архитектурных форм, лестниц, тротуаров, установлено разночтение между объектами, находящихся в казне городского округа, схемами земельного участка к многоквартирным домам и объектами, включенными в перечень объектов благоустройства к муниципальному контракту. Умалчивая об арестованных квартирах и других насущных проблемах города, местным чиновникам удалось даже организовать очередное благоустройство. Мы с главой обсудили о том, что, конечно, здесь нужно возвращать старый парк, матросский парк, поэтому я попросил всем, чтобы он подготовил проект этого сквера. На первом этапе это дорожки, освещение и лавочки, с тем, чтобы здесь такая была зона отдыха. Я здесь раньше была танцплощадка, в 79-м году я, будучи студентом, приезжал сюда на танцы, поэтому эти места тоже хорошо знаю и помню. Поэтому думаю, что мы шаг за шагом будем развивать здесь и спортивную инфраструктуру, ну и с тем, чтобы это было местом отдыха горожан. Почему в бюджете нет денег на погашение долгов? Вот, вот и вопрос. Почему? Потому что воруют все. Воруем все. В справедливости ради, с 2015 по 2018 год долги Фокина понемногу погашались. В значительной мере за счет арендной платы, которую платила бюджет города предприятие Порт Вера. Это угольный терминал, строительство которого Фокина началось в 2014 году. Порт главным образом ориентирован на перевалку угля Сугодинско-Годжинского месторождения. К 2018 строительство угольного терминала было завершено и все было бы хорошо, но статус зато подразумевает запрет на заходы иностранных кораблей на территорию муниципалитета. В 2018 указом президента земли, на которых расположен Порт Вера, вывели из состава Фокина и передали соседнему Шкотовскому району. Но никаких компенсаций, покрывающих выпадающие доходы, а это более 30 миллионов в год, зато Фокина не получила. Долг снова начал расти. Городской пляж Песочница. Сюда приезжают отдохнуть даже из Владивостока. С 2017 года земельный участок находится в аренде фирмы бывшего градоначальника Терентьева. Пляж тоже играет свою роль в истории банкротства Фокина. За долги Фокина расплачивается даже этот городской песок. Судебные приставы наложили взыскание на любимый горожанами пляж. Теперь арендная плата в сумме с 600 тысяч рублей уходит не в казну города, а в счет уплаты долга. Если все будет происходить в штатном режиме, через 90 лет вот этот самый песочек с долгом расплатится. Долг муниципалитета составляет уже около 100 миллионов рублей. Штрафы, неустойки постоянно увеличивают эту цифру. Почему городское начальство не расплачивается с долгом Фокина, который привел к аресту городского имущества, жители не понимают. Версии у людей самые разные. Для того, чтобы приставы не трогали их, они взяли формально, написали, мы банкроты. Фактически по закону они не могут быть банкротами. Это незаконно. А чтобы прикрыть свои криминальные дела преступные, они взяли, прикрылись внешним, так сказать, щитом. Мы банкроты. Когда я была у пристава старшего по этому дому, говорю, когда же решение будет? Они ведь банкроты, наверное, никак нельзя. А пристав мне сказал, у них деньги есть. И то, что они говорят нет, это обман. Работа фокинских коммунальщиков – отдельная песня. Всего в городе три управляющие компании. Одна лучше другой. Елена живет в этой квартире 9 лет. И все это время ведет боевые действия стук номер один. Не так давно она одержала даже победу. За несколько месяцев наступлений и контрнаступлений ей удалось таки заставить владельца управлялки, депутата местной думы Тизякова, поменять почтовые ящики в подъезде. Правда, успех все же оказался неполным. А потом в итоге я написала жалобу в прокуратуру. Ну и благодаря прокуратуре заменили ящики. Я думала во всем доме. Захожу в день подъезд, там висят старые ящики. То бишь, только в нашем подъезде повесили. То есть, потребовалась помощь прокуратуры, чтобы заменить почтовые ящики в подъезде. Да. Ужасная достопримечательность Фокина – чудильники. Так местные жители называют несколько домов, которые отлично бы подошли в качестве декораций для фильмов ужасов. Местные коммунальщики довели их до такой степени деградации. Смотреть страшно. Жалоб на работу, точнее ее отсутствие управляющих компаний, у людей вагон и маленькая тележка. Дом по улице Комсомольская, 8. С 2009 года жильцы прошли несколько длительных судебных процессов. Они хотели, чтобы ТУК номер один и администрация города провели, наконец-то, капитальный ремонт дома. Подвалы, межпанельных стыков и прочего. Суд вынес решение в пользу горожан, но, видимо, правосудие для ТУКовцев не указ. Я подозреваю, что ТУК у нас просто ворует эти деньги, а делать ничего не хочет. Вот и все. Там какой-то семейный подряд у них. Там, значит, братья, какие-то тещи, свахи у них. Ну, все вот работают там в одной куче. Нормальный такой бизнес. Взяли себе дома, делают видимость работы. Понастроили себе коттеджи. Ну, все вот эти вот родственники, там, братья, кто этим занимается. Я попытался в одиночку тоже заняться вопросами этими. Ну, и получаю что? Получаю ответы такие, отписки. Понимаете? Вот у меня целая переписка есть с этим, с управляющей компанией. Поэтому, как бы, решили создать комитет народного контроля. Елена Жукова всю жизнь прожила в ЗАТО Фокино. Вначале на острове, а сейчас проживает в поселке Дунай. Он также входит в состав муниципалитета. Управляющая компания, которая обслуживает дом, называется Гарпия. Вообще-то, так в Древней Греции называли безобразных полуженщин-полуптиц, пахнущих гнилью, с телом и головой отвратительных ведьм, а крылья и хвост, как у хищного грифа. Где бы Гарпии ни оказались, они оставляют после себя грязь и зловоние. Странное название для управляющей компании, не правда ли? Владеет Гарпией еще один местный депутат. Вот сейчас мы в Гарпии. Вот такой гарный есть. Он набрал этих домов, но он, вот извините, вот это слово так и подходит к нему. Но если ты д**й, то надолго. Алкаш проспится. Вот и никогда. В общем, все, с кем мы общались, сходятся в одном. Управляющие компании и городадминистрация не управляют ни городом, ни домами и даже не контролируют свою жадность. Коммунальные платежи Фокина – просто космос. Я Путину когда написала, говорю, что это норматива. Значит, повышение норматива было в государстве. Почему мы так платим? 10 тысяч. У меня выходила квартира зимой. Где-то 15-16 тысяч. Написала, он мне отвечает. Геленандрил. Никаких нормативов государство не поднимало. И Приморье тоже не поднимало. Это все подняло Фокина. Но не все так уж плохо Фокина. Точнее, плохо не у всех. В этих симпатичных домиках живет местное начальство. Есть мнение, что красивая жизнь у них только потому, что у всех остальных плохая. Хотя даже в элитном поселке то там, то здесь развалины. Видимо, прав был Булгаков. Разруха в головах всему виной. Может быть, именно поэтому зато Фокина, в общем-то, молодой и перспективный город, база флота оказался на краю гибели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова